Ре! Вис Этерс Ирте! Ре! Вис Этерс Ирте! Продолжая братьями Клементьевым, Иваном и Ефиме, ну и, конечно же, Жорж Тикмерс, генеральный секретарь Латвийского Олимпийского комитета. А, кстати, вот и он. Символично это здесь, и, кажется, даже эта часть плота осталась, та же самая, да? С тех времен, вот какие годы были вообще? Ну, это было начало 70-х годов. А что здесь раньше было, вот на этом месте, на берегу Лелопа? Да, но на этом месте мы и сейчас видим, значит, здание старого клуба. Вот то здание, да? Да, и фактически вот в этом клубе у нас и происходила вся подготовка к тренировкам. Да, значит, там были маленькие-маленькие раздевалки. У каждого или у нескольких был один маленький шкафчик, куда мы приходили, переодевались. Да, потом вышли на тренировку, потом мылись и ехали обратно. Ну, это, в принципе, редкий случай, скажем так, нечасто, чтобы с советских времен здесь все осталось примерно так, как было. Ну, все реконструировано. Но, в любом случае, здесь спорт продолжает жить, и гребля продолжает жить в том числе. Да, это, конечно, очень меня радует. Да, и если больше, я думаю, что и будут у нас талантливые спортсмены, и будет не только участие в Олимпийских играх, но мы сможем кому-то еще, я смогу передать серебряное весло, если так можно сказать. История успеха гребного спорта в Латвии богатая. Правда, в основном она связана с выступлением латвийских мастеров еще в советские времена. Медали на Олимпиадах, как в академической гребле, а это серебро в Москве четверки с рулевым в составе Артур Горонский, братья Кришеницы, Юрис Берзинс и Жорж Тикмерс, так и в Каное, об этом знают многие. После 90-х годов разве что братья Клементьевы, Иван и Ефимий держали свой уровень. И пока что наступила пауза. Лучшие годы жизни. 75-го года по 2000 год провел здесь. А в то время, время вашей молодости, юности, что здесь вообще находилось? У нас на территории, на земле находилось просто три вигвама построенные. Рядом был стадион Яуниба, центральный стадион города Юрмала. И тогда, когда же стадион Далгова находился на реконструкции в 80-м году, то все футбольные матчи играли здесь. Поэтому здесь был такой эпицентр. Все футбольные мекки, лёгкатлетики, пожарники здесь тренировались. А в этом заливе, допустим, здесь полны были маленьких грибцов, которые карабкались, падали в воду. И так же самое я пришел 22 сентября, 75-го года сюда. Когда в сентябре уже погода не совсем такая теплая. Тоже как бы падал, вставал, поднимался. Сколько вам лет было тогда, когда вы здесь первый раз? Не полных 15 лет. Иван, а можно сказать, что наша река Лелупа – это главная артерия грибного спорта Латвии? Да, она, начиная уже как бы в Елгаве, где хорошие традиции Александр Авдеев завевал 4 золотых медали на чемпионатах мира. Мы здесь, допустим, на той базе… Чуть дальше дал, да? Такой Лайманиц Краулис был в 79-м году. Еще в 78-м, в 77-м был на чемпионатах мира за последним, что было тогда результатом считалось. Конечно, достижение, да. Вот, так что там были ребята, которые, Харис Юсталис и Юрий Сычков, такие чемпионы спорта Латвии в 1983-м году выиграли. У меня с Сергеем Массачем выиграли. Тогда они 500 метров, а мы тысячи метров. Так что традиции были. В «Динамо» все были академическая четверка, которая на Московской Олимпиаде получила серебряную медаль. Жор Штикмерс там выступал. Жор Штикмерс, да, братья Дикманницы. Они оттуда все были, все. Вот, так что традиции здесь тем хорошо, что хоть течение маленькое, но оно не чувствуется летом. Вода стоящая. В Далгой, допустим, вода более течение, потому что там рижская газ сбрасывает в воду. Это для нас хуже. Сегодня Латвия не может похвастаться успехами в грибном спорте. На последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро от нашей страны выступали только байдарочники. Но надежда есть, что в перспективе вернутся славные времена. Потому что славное место, река Лелупе, уж точно никуда не исчезнет.